Приветствую, друзья! Сегодня мы с вами поговорим о суперсовременных мотоботах гоночных от Alpinstar SuperTech Air. Основа их защиты, конечно же, внутренний встроенный сапожок, который снимается, но мы начнем снаружи. На передней части присутствует перфорация, которая дает такой значительный обдув ноги. Также есть защита мыска ноги и наши слайдеры съемные, которые заменяемые. Я, кстати, гуглила, они есть в наличии, представляете? Вот, то есть эта часть сапожка предполагает контакт с асфальтом. Ну и сейчас мы пойдем внутрь смотреть наш защитный сапожок. Так, значит, чтобы добраться туда, надо молнию расстегнуть. То есть это не так просто. Я так понимаю, что если мы в гонки упадем, то просто так у нас ботинок наш не съедет. Итак, наша основная защита из ударопрочного материала, защищающая ногу, вот такой съемный сапожок. Он, с одной стороны, эластичный и мягкий, а с другой стороны, ударопоглощающий и защищающий полностью стопу. Как видите, тут типа шарнирных таких вставок, которые защищают щиколотку и голеностоп. Тут все зашнуровывается, липучкой фиксируется и внутри так вполне себе комфортно себя чувствует. Далее, на что я бы обратила внимание, конечно, полиуретановая защита щиколотки, которая жестко крепится по объему ноги против поддува ветра. Представляете, вот в прошлых версиях Motobot вот этой вот истории не было. И туда налетали камушки, всякий песок, в зависимости от частоты трека. А вот здесь вот такая вот кожаная вставка с какими-то такими прилипающими историями, что это все как влитое сядет на комбез. Так, что еще я вижу? Конечно же, прочную к истиранию подошву. Собственно, это испробовано и на других моделях альпинстаровских Motobot. Также здесь еще и еще жесткая защита пятки. То есть у нас получается реально двойная защита внутри. Сапожок жесткий и наружный сапог основной тоже с жесткой защитой пяток. То есть у нас не просто ударопоглощающие, а какой-то двойной слой ударопоглощающих нюансов. Ну и, конечно же, гибкая гармошка вот здесь, что позволяет нашей ноге очень легко изгибаться, двигаться. То есть зависит от того, как вы держите вашу ногу на подножках мотоцикла. Например, если мы тренируемся на питбайке, то очень часто гонщики ставят на ребро ногу, да, для того, чтобы ехать в колено. То есть вот такой Motobot, он совершенно не препятствует свободному перемещению ноги на подножке. Ну и также термоустойчивая внутренняя часть сапожка, которая защищает нашу ногу еще дополнительно. Ну и в целом, я скажу, достаточно стильные и красивые Motobot, которые я бы использовала не только на треке, но и в городе, и на холодную, и на теплую погоду за счет такой крутой воздухозабористости. В любом случае будет удобно, комфортно и, главное, безопасно. Друзья мои, рада была вас видеть в своем выпуске мото-новостей и мото-обзоров. До скорых встреч! Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok